здравствуйте здравствуйте меня зовут дарья знаю как вас зовут я думаю все зрители тоже знают поэтому сразу приступим к вопросам первый вопрос расскажите о процессе работы над highlands как и где проходила запись альбома но это не совсем альбом это скорее такой сингл обогащенный старыми треками сама песни highlands мы записывали дома в такой спокойной обстановке ну вокал записывали на студии потому что вокал записывать дома это довольно неудобно вот там соседи все время ругаются там собака лает и так далее это не получается вот и сводил все это дело дмитрий у нас профессиональный звукорежиссер группе нам повезло мы экономим поэтому на услугу и звука режиссера вот остальные треки там такая судьба у них непростая вот дело в том что там на этом сингле мы решили добавить ремиксы на предыдущую песню назывался там волк она вышла в прошлом году с этим у меня вопрос почему именно вот это почему на нее ремикс мы сделали но почему выбрали именно потому что я я сейчас объясню все очень сложно и очень просто одновременно дело в том что вот в прошлом году мы эту песню выпустили как сингл тоже и в общем то ну она всем понравилась и была мысль как-то ее продвинуть и сделать на нее серию ремиксов соответственно мы этим занялись договорились там с российскими артистами с там с бруну крабом даже договорились чтобы нам сделать ремикс вот но проблема в том что в прошлом году у нас был немножко другой состав там был другой вокалист и у нас с ними были такие вело текущие противоречия в общем пока эти песни но пока ремиксы делались противоречия тоже как-то вело текли и в общем так получилось что одновременно и вокалист ушел и песни вышли вот соответственно как бы выпускать их тогда ну наверное довольно бессмысленно было поэтому их отложили ну соответственно как бы совсем-то о них забывать не хотелось потому что люди старались и получилось довольно хорошо вот мы их отложили на потом когда объявятся случаи мы решили их так добавить следующий релиз соответственно вот случай был эта песня хайландс мы записали и решили туда все эти демиксы тоже скинуть получился такой немножко странный сингл вот расскажите подробнее про сотрудничество как вообще происходит получается как контакт рабочий процесс с такими известными музыкантами как бруно крамм тим ну честно говоря откровенно самое сложное это было с бруно крамом договориться нам в этом помог товарищ флоп который с ним дружит это я так понимаю менеджер да вот группу от у дикс нами тоже немножко занимается вот после того как он бруно крамм договорился все остальные сами прибежали искали давайте сейчас мы вам делаем ремикс вот мы хотим быть на одном релизе с бруно крамм все довольно довольно просто было подскажите вот на обложке присутствует довольно интересная фотография почему выбрана она и кем она была сделана она была сделана дмитрием на было сделано мной на телефон в красной поляне да нам просто хотелось чтобы был такой некий микс вот одновременно отсылка к нашему первому и пи который назывался black cloud red sky там тоже была такая фотография околоприродного такого типа вот и одновременно хотелось чтобы немножко было похоже на первые обложки синглов сестры 2 мерси там тоже такие вот кадры и соответственно как-то все это попытались совместить со своими силами и вот получилась такая ложка главное что телефоны рулят сейчас уже никто не использует аппарат уже вся с телефонами ходит ну сначала я говорил что может найти какой-то более профессиональной фотографии даже сказал что в принципе все равно и мы ее ставим действительно на телефон это тоже хорошая фотография техника не так важно так давайте про вашу гастрольную деятельность планируете ближайшее время будет ли новая песня исполняться живем новая песня это какая какая у нас просто очень много новых песен честно говоря хайланс это уже старая песня у нас поэтому нам уже надоело нет хайланс мы всегда исполняем нет надо не поговорить она вроде как вышла хайланс мы всегда исполняем живьем на всех концертах значит ближайший концерт у нас будет 23 августа в клубе китайский летчик джао да это будет немножко странный концерт потому что это будет благотворительный концерт в пользу бездомных животных или приютов я не помню в общем это очень хорошо мы очень любим все животных но там всего полчаса сыграем там будет такой большой концерт в общем там все отметиться и разбегутся следующий концерт возможно будет нас на хэллоуин тоже в москве в клубе лес вот пока что подробности я не знаю мы так только предварительно это договорились но песню хайланс мы сыграем и там и там везде а фестивали никакие не проводят ну фестивали понимаете фестивали сложно потому что ну есть фестивали типа там нашествия такого прочего я читала в интернет источника что вы далеком 2004 году вступали на кастлопати да на кастлопати мы выступали на тогда хотелось бы ну на современное нам тоже хотелось бы еще раз выступить на кастлопати вот но сейчас по моему туда особо российский групп не приглашают в россии подобных нет ну вот я и говорю что из таких известных это типа там нашествия там всякие мотова ярославцы это кастлопати это готический ориентированный фестиваль у нас такого нет но у нас были попытки сделать что-то подобное там был dark entries в воронеже потом в московье потом еще какой-то рэйвен фест ну короче там это очень печально все и туда как-то вот люди не приходят и ты туда приезжаешь и думаешь блин что я здесь делаю объединиться тем более у вас есть знакомство с менеджером otto dix который не последний мы больше музыканты чем организаторы концертами должны заниматься организаторы приглашать группы туда мы сидим менеджера нет вот так вот нам предлагают концерт и мы играем соответственно у нас в стране нет организаторов таких больших фестивалей вообще фестивалей готических нет в принципе таких как на негатических был опыт на мото мало ярославцы да еще был крым 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 наш крымфест короче в стране есть фестиваль но они негатически направлены и сюда как-то больше мы не хотим туда а за рубеж не зовут за рубеж ну вы понимаете за рубеж надо вот у нас проблема с релизами сейчас пока что их не очень много надо как-то вот у нас сейчас стиль то немножечко сменился вот раньше с предыдущим вокалистом было одно сейчас немножко другое которое может быть больше подходит под формат этих всех фестивалей но для того чтобы туда попасть я думаю надо все-таки еще несколько песен то выпустить потому что пока что у нас по сути из-за актуального есть только вот этот вот сингл highlands и все насколько видела в соцсети вы уже в процессе конечно я думаю что в сентябре будет новый сингл вот и даже может быть ep сейчас как раз я курс на сингл да пока что мы взяли курс на сингл потому что альбом это сложно хотелось альбом но альбом будет тоже но потом в сентябре думаю будет сингл либо и пиво сейчас мы вокал заканчиваем записывать и потом все сведем и на сентябре готова кто-то говорил что у вас муза такая довольно жесткая характера ниши немножечко мучает если вы не очень стараетесь то есть она как-то сейчас помягче с того но она это метафизическая муза это не человек слава богу но она она числе алешина муза да она везде нет у меня проблем нет у нас песен много новых я приношу вот и все получается фонтанируют песни на самом деле не успеваем готовить ну так альбом может альбом возможно на радость поклонникам если вы нам дадите денег мы запишем входит двойной альбом денег всем банк даст просто дело в том банк мне кажется не это не финансирует такие беспреспективные проекты а вот а скорее благотворительность алексей еще проявил желание снять клип на песню какую-нибудь на нашу да и лови идеи но это это уже мне кажется потом сейчас мне кажется надо сингл сделать и посмотреть что будет дальше чтобы не сглазили ну да надо как-то постепенно а то все это объять необъятное в итоге проходят года и ничего не меняется столько планы свои самыми строит и перестраивает но вот как раз проходит года откуда вот столько лет вы черепаете вдохновение ну это сложный вопрос ну как как-то песни пока сочиняются плюс у нас же постоянно что-то новое у нас то один эксперимент то другое вот сейчас мы всю жизнь назывались готи крок группой но честно-честно последние там несколько лет мы готи крока не играли поэтому вот сейчас мы в основу заиграли это как бы тоже эксперимент получается готи крок группы игры быти крок и как-то все свежо звучит и постоянно это продолжается все эти перемены а вот поэтому не надоедает все как-то новые участники там одна смена ушла другая смена на самом деле ты бы сказал что на самом деле от изначального состава остался большому счету ты только вот дима еще в начальном составе был потом не был да потом ушел и в основном это принципе лёша вот это лешина группа пот project ну как лёша на группа лёша тут главный вот и соответственно вот эти вот сколько лет то уже с 2003 дали с какого-то ровно ровно сколько 10000 был первый концерт 16 лет да вот лёша тащит эту лямку я в коллективе в принципе ну лет десять может быть с пермаментном ухождение при рождении в это время уже научились ругаться матом да и стиль тоже менялся менялся и уходили от готик этого урока и от вообще это понимаю куда-то металлические сейчас в итоге вернулись обратно так чтобы немножко понимали как имя там морфозы были исторические да мы все попробовали и ничего нам не понравилось короче когда ты играл я играл меня пригласили чем лёшин правда проекта когда лёша развалили группу гостей в общем то и создали проект то же самое название я там играл даже потом я третий раз коллектив вообще два раза уходил до примелькался уже ну давайте перейдем к следующему вопросу с кем бы из крупных звезд вам бы хотелось поработать из музыкантов или вообще крупные звезды том груз к тебе придет с кем бы нам хотелось поработать но я не знаю как поработать я бы вот наверное мы сбили корган мы с мужчин памперс поработал мне очень нравится как он играет на гитаре и песни у него хорошие вот правда говорят что он очень плохой человек ну не знаю по крайней мере он талантливый ну да характер у него так себе говорят но зато зато он талантливый с ним было интересно потом мне бы интересно было не знаю поработать но пообщаться вот с эндрю эллочем и сестры за мерси он какой-то странно немножко интересно как он вообще свою жизнь проживает вот кто еще у нас есть ну и она таких глобальных вещах даже ну и да и в общем-то эндрю эллочи тоже хотя я тоже люблю спешим пас мы с лёшей вдвоем я думаю все либо уже старые либо мертвые ну да из выживших из выживших получается у кого-то есть какой-то просто представить есть куда стремиться этот человек ну вот били корган с мужчин памперс нам подходит передать передать ему что если он хочет потом и принципе да мы доступны вот по пятницам 6 до 9 пусть приезжает и там это мы ему песни покажем на шашку может поиграть в том что на самом деле мы слушаем разную музыку совершенно это понимаю если лёша и дима может где-то перекликаются во вкусах возможно я не знаю я это вообще просто не обсуждали но с лёшей у нас точно по крайней мере мы сливаемся с ним в смешинг пампкинс тоже я слышу что смешинг пампкинс слушал еще когда был в юном возрасте очень люблю эту группу тоже и как выяснил с лёшей и почему-то люди почему-то почему-то она никакого отношения будьте кроку не имеют мне но они 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 тоже будьте крок поначалу играли ну это когда-то очень давно наверно когда все было неправда вот один не знаю дем вообще какая группа любимая вас ну я не слушаю как таковые группы я слушаю там разный эмбент электронный экспериментальный электронную музыку там может быть композиторская миссионеры извне знаете группа миссионеры извне это старейший питерский готи крок самый старейший московский слушает старейший миссионеры по поводу по сравнению с ними вообще еще молоды это динозавр иногда я вспоминаю до них присылаю лёшу чтобы он ознакомился тоже вспомнил иногда я забываю что лёша сам динозавр ну кстати было бы неплохо с ними вместе что-нибудь где-нибудь пересечься на концерте не мы с ним сыграли да мы с ним хоть не играли я что-то не помню знаю я летом 2003 года играл там на клавиш ну тогда ты уже у нас не играл или еще играл или уже или еще я что-то не помню мне кажется мы могли с ним играть там это я помню что я приехал в питер и подарил вот этому сергею ласкину болванку с дэмо с каким-то и ему очень понравилось ну это неизвестно а через два месяца стали более известны чем они там уже не играл в общем и там вы знаете времена смуты не уже никто не вспомнит то с кем играл мне кажется мы с ними играли скорее всего ваша дальнейший план так дальнейший план значит мы сейчас записываем сингл или и пи как получится в сентябре мы его выпускаем потом ну и может быть в октябре ну сентябрь октябрь вот потом мы наверное запишем еще и пи и дальше вопрос либо это мы закончим записывать альбом либо мы выпустим еще один сингл а потом альбом ну короче у нас в итоге конечная точка это альбом мы к нему идем постепенно дать то есть мы записываем разные песни некоторые мы решаем выпустить некоторые мы откладываем до альбома вот но в общем короче мы стремимся выпустить альбом либо в конце года либо начале следующего но вместе с хайландс мы же записали еще четыре песни вместе с хайландс записали четыре песни потом еще одну старую переписали сейчас мы еще сочинили 3 в общем короче ну альбом как бы готов у нас в головах но просто осталось все это записать более-менее нормально мало да дело за малым потом а потом будет сидеть дима и все пытаться сделать хорошо а вот кстати они хотели бы выпустить вот у вас на дисках да получается выход на виниле хотя бы ограничено но на винил это по-любому альбом надо делать сингл на виниле тоже как-то совсем какой-то это мажор что да 3 штуки и вам одну подарим 4 4 винила не но в принципе еще мне кажется на кассетах можно выпустить если так уж пара это тематики заморочиться не проигрываешь нету проигрывать вот на виниле кстати было бы хорошо мне кажется мне кажется пусть кассету вот кассету поставил и слушай и на диске там что-то переключил на mp3 вообще там раз послушал начало середину конец а кассету на play нажал и все и тебе же лень перематывать да слушаешь одну песню а винил иголочку так перенес и все иголочку уже нормально следующий письмо не знаю вот например я люблю винил слушать потому что там все раскрывается все звучит очень хорошо лучше всего по моему ну честно я думаю проводил эксперимент просто посадил человека включил ему винил и версию во флаке и на той же акустической системе как бы человек не сказал мне где винил а где флаг хотя разница там есть потому что я включал пластинку которая несколько погнулась со временем и то есть там заметно такие плавающий звук но лучше не знаю я думаю все у тебя же делал за цифровой технологии как истинный звук и режиссер современный он за цифру всегда но хотя может еще год назад я любил все там аналоговый теплые ламповые но сейчас я как-то склоняюсь цифрового и перебежал другой лагерь выбрал легкий путь и быстрый как вы считаете востребована ли сейчас в россии в мире эта музыка которую вы создаете я считаю не вас не востребован а ты как считаешь мне кажется что она ну скажем так менее востребована чем 15 лет назад вот другой вопрос что для того чтобы это понять я говорю что у нас со стилем все время какие-то перемены вот поэтому у нас наверное наша публика немножечко от нас устала вот если бы мы попробовали поиграть то что мы говорим быть и кровь наверное тогда мы поняли у нас постоянно перемены и в общем сложно сказать но однозначно можно сказать что там 15 лет назад людей было намного больше на концертах и концерты были чаще платили больше мы были молодые красивые да но в мире востребованы и одного современного готика рука коллектива который но потому что вообще не знаешь коллектива там как как популярно завителю даже их нормально там вроде помоя у кого-то что-то с сердцем проблемы были у кого-то там вы что-то там кто-то болел вроде нормально они приезжали по он в прошлом году они играли в москве но просто на розетку готик рука так дарквейв вот выдавал начнем с того что дарквейв они классический кутик рука да а так вот и кругу очень много скажу их много но я не буду название предстоятельно сейчас вот нью-йорк свою группу бишь как-то в машине большого нью-йорк какие-то приезжали к нам дробь мэджести да вот но мы не будем сейчас другие группы обсуждать нам на них пофигу мы нас обсуждаем какие-нибудь новый взгляд дать может быть на музыку нет они ничего нового никто не дает вообще то есть они наоборот не вы восьмидесятых годов и значит их слушают их восьмидесятых повторения по крайней мере никого популярных как сказать ну не знаю существует сейчас mtv не существует что-то подобное да мировое какое-то вещательное и на каналах на этих наверняка никаких таких групп нету как в свое время гремели какие-нибудь там sister for mercy q и так далее которые везде показывают да они были популярны вот реально популярны сейчас по-моему в этом плане зайти но вообще мне кажется вот я был на не конечно успешно на некоторых фестивалях готических у меня сложилось впечатление что там тоже как-то вот это все переходит не то что там легенды ретро и фэм около того то есть там люди такие кому за 40 и немножечко такие все старые и но они все накрашены там с этими ирокезами вот но я на них смотрю они старые все уже вот и и для них такие старые музыканты играют на сцене то есть там это все сохранилось но там просто вот европейцы и я давно заметил они прям они постоянные вот они одно и то же именно их не доедает а вот ну допустим я там было бы вас границы часто там телек включить там одни и те же передачи годами одни и те же ведущие все одно и то же и соответственно и одни и те же группы и в общем они все стареют ну там это востребовано потому что там вот постоянство вот там каждый год мы собираемся там на не знаю там на в готик трефоны ходим смотрим там одни и те же старые группы ну и плюс там молодые появляются говорю но ничего нового молодых по моему я не слышал ну давайте тогда закончим нашу беседу с верой в то что тот круг который у вас замкнулся вы пришли до к этому стилю с которого начинали что снова найдутся слушатели как у европейских групп да и снова вы войдете в свою колью после всех экспериментов и со всей своей душевным вдохновением надеюсь которое вы найдете в и опыт накопили и вы пойдете вперед дальше уверенно и сильно да спасибо мы так и сделаем спасибо спасибо